Знакомьтесь, это Мэри, мини-пик. Ей полтора года и все это время она живет в Лукоморье. До лета весила 15 килограммов, а сейчас примерно 40. Сразу понятно, страдать от голода и жажды в жару не пришлось. Вот и сейчас, после дневного сна, она готовится к обеду. Но сначала прогулка. Летом Мэри в основном отдыхала в ваннах, а в такую погоду пройтись по экопарку – одно удовольствие. 10 минут на ветеринарный осмотр. Проверяют кожный покров и общее состояние здоровья. измеряют температуру. Процедура ежедневная, от времени года не зависит. А вот рацион питания, напротив, чем ближе к зиме, тем больше витаминов в меню. Кормим овощами, кашами, протеинами, добавками, витаминами. То есть микро-макроэлементы получают животные. Ну а так, с таким массой жира, то есть они зиму переносят отлично. Зимой Мэри будет греться вот в этом домике. На первом этаже для нее уже постелили солому. А этажами выше живут птицы. В Лукоморье их много. В основном куры, фазаны и павлины. Павлины, к слову, перед холодами меняют имидж и кажутся непривычно скромными. Дело в том, что они линяют и полностью сбрасывают хвост, чтобы за зиму отрос новый. Этот вид павлинов индийский, наиболее многочисленный. В Лукоморье живут две павлиньи семьи. Для них сейчас тоже продумывают рацион. В зимний период мы больше на белки, на жиры, на протеины усиливаем. Потому что во время холодов организмы птиц требуется больше энергии. Вот мы им помогаем в этом. А в этом пруду черепахи и нутрии. Глубина водоема около пяти метров. Условия обитания максимально приближены к естественным, чтобы комфортно было в любое время года. На дне водоема около метра-полутора ила, в котором зимуют черепахи. Также внутри здесь подрыли себе норки. То есть они также зимуют в норках. Тут как бы вот стоит мельница у нас, там фильтр стоит, фильтрует воду еще. И тут есть родники, которые подземные бьют. Также наполняют озеро это. В экопарке Лукоморье более 300 животных. Важнее всего безопасность посетителей. Поэтому хищников не заводят. Пополнять за уголок не планируют. Но заботятся не только о тех, кто здесь живет. На территории много кормушек. Оставить в них лакомства может каждый. Лучший корм для птиц – мелко нарезанные кусочки яблок, семечки, крупы, кроме пшена и риса, дробленые орехи и несоленое сало. Анастасия Синица, Сергей Котляренко. Новости Севастополя.